Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры Говорящий Дом Бег за сладостями. В игре вышло очень большое обновление, я бы сказал огромное, её переделали почти полностью. Я записал буквально вот вчера это обновление, но как я уже говорил в игре в обзоре Дворецкого Остина, у меня там были проблемы со звуком, с микрофоном, поэтому я, скажем так, тот ролик выкинул, и сейчас запишу новый вот с этим обновлением. Конечно же, кое-что здесь уже видно не так будет, как в том ролике, но всё равно самое основное, я думаю, вы увидите. Не буду больше вдаваться в подробности. Смотрите, во-первых, персонажи. У каждого персонажа теперь есть свой навык, а Том у нас супергерой. Если раньше там были какие-то способности, которые там как-то там обновлялись и так далее, а то сейчас вот у каждого персонажа вот такие вот способности есть, которые я сегодня постараюсь у всех персонажей этих рассмотреть. Начнём с нашего Тома любимого. И, кроме всего прочего, теперь появился рейтинг. Вот видите, у меня сверху написано там 100 790. Что это значит? Что мы бежим... Пока бежим, в общем, пока не врежемся. Если раньше мы могли врезаться, и потом там у нас тратилась энергия, мы вставали и бежали дальше, а то теперь, как бы, если мы врезаемся, то мы проигрываем. Но, что важно, мы, получается, теперь бежим двумя персонажами. То есть, врезались мы Томом, допустим, а дальше у нас будет Джинджер. Если врезались Джинджером, то считайте, что уже мы проиграли. А плюс на каждом уровне, вот, допустим, дают сундуки. Не нужно проходить там сундук на 3 звезды, как вот раньше. Точнее, уровень. Если мы прошли уровень чуть-чуть, вот, допустим, сейчас... О, вот Том Супермен. Хорошо. А то нам дали, вот видите, обычный сундук. А если мы прошли уже немного дальше по этому уровню, то нам дадут в зелёный сундук. Ух ты, чуть не врезался. Было победно. Вот опять Супермен. Хорошо. Ну, в общем, пока как-то так. Очков, на правду, видите, всего 13 тысяч. Ну, вот как-то я заметил, что очки вначале как-то они слабо набираются. А вот уже когда бежишь к вторым персонажам, тогда они уже более как-то... Ну, более много их даётся. Так, уже начинаются сложности. О, какое изображение котика. И вот я так понимаю, что вот эти вот уровни, которые мы проходили, да, они канули как бы в небытиё. То есть теперь как бы их нет. То есть теперь просто бесконечная рана. Не знаю, можно... Ух ты, заговорился. Видели, Том наш врезался. Ну, теперь... О, вот я добежал до зелёного сундука. Видите, где он? Так, а вот и Джинджер. Смотрите, как на скейте на своём. Круто. Ой, так-так-так. Главное, чтобы перестроиться, когда он перестаёт бежать. Фух. И вот Джинджером я вроде договорачил бежать, а уже 77 тысяч, да? А Томом я врезался на сколько там? О, ой-ой-ой, а как, почему я не упал? Вот беда, так беда. И ладно. Первый блин такой себе. Но опять же, у меня рекорд был в 100 тысяч, сейчас я набрал 80 тысяч. То есть, в принципе, не так уж и мало, если честно, да? И вот видите, нам теперь выдают список всех наград, которые мы получили. Вот так вот. Если раньше такого не было, то вот сейчас всё, что мы получили, чтобы не забыть, мы можем увидеть. Так, а ещё, получается, вот после обновления, я когда только зашёл, у нас был только Том. И вот этих остальных меню не было. Допустим, потом, когда я прошёл один уровень, появился меню с питомцами, вот этими со спутниками. Когда я прошёл ещё один уровень, появился сундук вот этот вот. А теперь вот я прошёл ещё один уровень, видите, появились у нас ежедневные задания. Я думал, их уже не будет. Возможно, если я пройду ещё один уровень, то появятся вот эти вот уровни, которые на карте. В общем, сейчас всё узнаем. То есть я не до конца, видите, как это обновление рассмотрел. А собрать нам нужно 250 конфеток таких у длинницов. Улучшить любого персонажа. Ух ты. Это будет проблема, потому что они у меня уже не маленькие. И взять два спидбустера. Хорошо. Так. Может взять другого себе спутника. Так. Давайте возьмём дракона. Дракон на препятствия убирает. Поэтому шанс, что я врежусь, ну как бы меньше. Потому что дракон иногда будет спасать меня. Том у нас Супермен, да. Вот он получается пробивает, всё летит. Плюс вот дракон иногда тоже летит, помогает. Надеюсь, сейчас я пройду немного дальше. А смотрите, у нас теперь Том не с Джинджером. А с этим Сумником Беном, да. Вот спидбустер первый, который я взял. И обычный сундук. То есть каждый раз как-то рандомно, в общем, персонажи выбираются. Ой-ой-ой. Вы это видели? Как такое? Ого! Я такого не видел, честно. Я такого не видел. Вот это... Вот это, конечно, он вообще герой. Наш Бен. Ну как так можно? Я расстроен, что я вот сразу врезался. Ух ты! Ну это, конечно, круто. Вот этот его бустер, я просто им не играл ещё. Я даже не знал. Он, конечно, рулит. Так, пока, конечно... О, опять началось. Получается, если мы прокачиваем уровень персонажа, то просто вот эти вот навыки действуют дольше, да. Видно, как бы разработчики собрали все отзывы там, подумали, что и как. И решили вот сделать такого типа игру. Потому что Tom's the Zou там вообще очень популярная игрушка, да. Вот решили сделать видна эту часть. Ой-ой-ой. О, хорошо, ускорение. И этот зелёненький сундук. О, и получается, видели там сколько препятствий внизу? Я их реально никак не мог бы обойти. В общем, вообще как-то непонятно, как там проходить. Нужно только с помощью бустеров. О, подождите, что это? Не понял. А, это три наклейки. Я думал, нового персонажа. Он же был такой. Так, смотрим. Получается, вот, одно задание я выполнил. Ну, естественно, другие пока нет. Пускай у нас опять будет первый том. Ну, как-то так. Может, я просто мало прошёл, пока ещё не поставил никакой рекорд, поэтому карта не открывается. Потому что, ну, вот, остальные вот эти вот менюшки, они тоже сразу, я же говорю, не открывались. Только когда я там заработал много, допустим, очков вот этих рейтинга. О, класс. Сразу куча бустеров. Опять же, куча бустеров, а очков рейтинга почти, почти не было, да? О, дракоша. Всё, Том полетел. Вот видите, это значок энергии. Это значит, что использует он свою суперспособность. Так как у меня Том уже, какого там, пятого или шестого уровня, то и действует довольно-таки долго. Этот навык его. Так, уже 16 тысяч очков. И сундук зелёненький. То есть теперь фактически после каждого забега можно сундуки эти, как бы, ну, вот, получать, да? Ничего сложного в этом нет. Ой, тортики не взял. И опять, смотрите, опять этот супермен наш Том. И опять как у вас ещё и магнитики, то есть бустеров довольно-таки много. Ладно не расслабляться, а то сейчас закончатся все эти способности. Куда-то врежешь сразу. Ну вот, начинается этот сложный этап. Вот, видите? Я же говорил, что... Ой. Ой. Ну... Ха-ха. И сразу, мгновенно, вот, и Томом, и Джинджером врезался. Ну, это, конечно, обидно. Это очень обидно было, реально. Всего одна наклейка такая. Анжела и монетки. И 9 бриллиантиков. Так, ну, пока я ничего не могу улучшать. Так. Просто бежим дальше. Попробую побить свой рекорд вот этот. Просто будет обидно, если больше не будет этих уровней на карте, которые были. Да, там они были расписаны по разным там локациям, там разные тематические там и так далее. Ну и вообще было всё-таки прикольно проходить их на 3 звезды. Ну, вот теперь просто... Может, как-то там дальше открываться будет, я не знаю. Пока я не наберу большую кучу очков, то не узнаю. О, Супермен. Ха-ха-ха. Теперь ему всё равно. Вот, опять энергию пополнил. Так что не зря я эти уровни прокачивал. Не зря персонажи открывал. То есть, теперь домки долго действуют, эти бустеры, да? Вот ещё энергия. О, как долго, да? Так. Первые 10 тысяч очков я набрал. Дальше очки всё больше, быстрее и быстрее набираются, вот если честно. О, энергия, хорошо. Вот уже 20 тысяч. Как-то быстро. По идее, зелёный сундук должен сейчас быть, да, так и есть. Печенька какая-то крутая, двойная. Ну, смотрите, как... Фу, мячик. Фух, я взял энергию. Так что теперь мячики мне пока хотя бы там пару секунд не страшны. Взять бы ещё энергию. О, этот туннель, хорошо. В туннеле получается, но нет этих препятствий никаких. Они начнутся вот сейчас. Здесь нужно очень внимательно быть. То есть, я вот даже не знаю, как, что, видите. Так, так, фух, добежал до туннеля. По-моему, я так далеко ещё не доходил. Просто так как Том... Не, вот сюда я доходил. Так как Том сам пока ещё бежит. Ой, блин, я рано нажал вниз. Вы видели? Просто Том, получается, не допрыгнул. А так всё хорошо было. Но, скорее всего, я свой рекорд сейчас побью. Да, я его побил, друзья. Я его побил. Джинджер, не подкачать. Конечно, у тебя нет таких крутых способностей, как у Тома. Почему нет? Фактически, он-то на скейте может кататься, да? Вот, пробежал... О, вот, первый раз я взял вот такой сундук. Золотой там или какой? До этого я до него не доходил ни разу. Скажу честно. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, ненадолго я его прошёл. То есть, вот сразу и врезался. Так, что в нём будет интересного? Четыре наклейки Джинджера. Пять Анжелы. О! Вот Анжелы. Я теперь её лучше как раз выполню ежедневное задание. Класс. То, что доктор прописал. Да, вот. Она даже подсказывает. Так, Том. Анжела. Это стоит 50 тысяч монеток. Недёшево. Так, а давайте сейчас Кэнди и принцесс. Типа, принцесса сладости, да? Выберем Анжелу. Она, получается, что трансформирует объекты в сладости. То есть, поняли, да? Ну, не любые препятствия. Раз в какое-то время там она просто делает сладости из препятствий. Так, и всё я выполнил. Собрал 250 таких вот леденцов. И улучшил один раз персонажа. И дают нам ещё один золотой сундук. Так, это стоп. Ага. Сколько всего насыпали. И можно ещё улучшить. Сразу даже отсюда. Вот не заходить в меню главное. Нашего Бена, да? Бен слабенький. Так, увидите, только второго уровня. Но улучшаем его до третьего. Так, он, получается, что-то там... А, притягивает. У него способность магнит просто, да? Ничего такого экстраординарного. Так, а задание выполнено. Всё, да? Больше я не могу здесь ничего сделать. Давайте ещё разок пробегусь. Ну, я взял Анжелу. Интересно, кто ей в напарнике кого дадут. Так, Анжелла будет бегать с Джинджером. Посмотрим, как у них сложится. Так. Светофоры нам не помеха. Вот большая Анжелка. И простой сундук у нас уже есть. Хорошо. Но теперь, когда я взял золотой сундук, мне теперь... Ай-ай-ай! Блин! Хотел вниз спуститься. Получается, что здесь нельзя спускаться вниз. Я вот два раза вниз нажал, а не получилось у меня перепрыгнуть вниз. Ну, это... Получается вот... Теперь у меня только Джинджер. Любая ошибка, это... Проигрыш. Может, переиграть как-то? Эй-эй! Не, нельзя. Просто обидно будет набрать там тысяч... Семьдесят восемьдесят очков. И проиграть. И проиграть. Так, хоть есть потом шанс немного... Ну, скажем так, второй шанс... Вторым персонажем побегать. А так вот, когда уже вляпался в историю, то... Вторым персонажем... В общем, ошибка непростительна. Можно, конечно, за сто бриллиантов... Восстановить свою жизнь. Ну, сами понимаете, дорогое удовольствие. Лучше бриллианты копить потом. Купить тот сундук, как я уже покупал. Супер-пупи. Крутой за две с половиной тысячи. Ух ты, сколько монеток. Вот она энергия, хорошо. И еще раз. Так. И большой джинджек. Хорошо. Не знаю, мне пока понравился больше всего вот этот умник Бен, когда он превращается вообще такого здорового на всю карту. Согласитесь, что-то в этом есть. Так, опять энергия. Это здорово. Тут уже восемьдесят тысяч очков. А, получается, много очков дают, когда ты препятствия убираешь. Я понял. Поэтому за эти сладости очков дают немного. О, хорошо. Вот, уже я побил свой рекорд. Вы видели? Какой джинджер молодец. Я в него не верил. А он взял и побил свой рекорд. Причем с таким хорошим уже результатом, да? Смотрите, уже сто шестнадцать. А было сто пять у меня всего. Так, а я не помню, мне сундук золотой давали уже или нет? Что-то я не забылся. Наверное, нет. Или просто я так был увлечен. О, хорошо. Большой джинджер, да еще и ускорение. Супер. Вот золотой сундук. Я же вижу, что еще не давали. Хорошо, дракончик прошелся так. Расчищал мне путь. Вы видите, что творится? Фух, сто тридцать шесть тысяч. Вот это... Вот он, видели? Сразу золотой, сразу такой сундук. Вот это класс. Раньше такого не было. То есть раньше как бы... Если вот нужно было тысяча бриллиантов копить на вот этот сундук. А теперь как бы просто хорошо бегай. И что, каждый раз можно получать такие сундуки? А интересно, можно ли получить тот самый крутой сундук за две с половиной тысячи вот так вот просто бегая? Ну, по логике разработчиков, наверное, можно, да? Уже двести восемь тысяч очков. А я не верил Джинджеру. Он уже в два раза рекорд побил мой. Молодец, Джинджер. Слушай, ты просто умничка. Было повидно завершать обзор как бы без какого-то хорошего рекорда. Но вот, как видите, есть хороший рекорд. Уже музыка так быстро играет. То есть уже просто Джинджер, наверное, в шоке. Сколько можно? О, еще и большой. Молодец. Еще и ускорение опять. Ох ты, и по воздуху пробежался. Ну, дайте мне сундук еще крутой, еще круче. Может, просто я разыгрался? Поэтому так вот все хорошо. Ну, не знаю почему, но главное, что результат есть. А почему-то, что я, как бы, уже не важно. Так, ну, дайте сундук. Смотрите, не дают. Класс. Эти препятствия... Ой-ой-ой-ой, это была подстава, мячик этот. Это было больно и жестоко. Фух, но зато у нас есть крутой сундук. Это ледяной какой-то, или как его назвать правильно. Давайте посмотрим. 34 наклейки Тома. Это вау. 27 Хэнк. Монеток целую кучу, бриллиантиков 26. Ну, можно улучшить опять Хэнка, да? Так. Супер. Он уже у нас какого-то четвертого уровня? Какие там у него способности? Я уже, наверное, не буду в следующий раз играть. А сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился наш обзор, понравилось это обновление. Если это так, то напишите, получали ли вы этот легендарный сундук. Который за 2500 просто бегая. Ну и вообще, если вы что-нибудь знаете интересное про это обновление, чего я еще не знаю, буду вам за это благодарен. Поддерживайте это видео своими лайками, пишите комментарии. Не забывайте подписываться, делиться с друзьями и оставаться с нами. Пока-пока, до новых встреч!